Мальчики и девочки, я начну свою проповедь с вопроса к вам. Мы, правда, далековато сели, но ничего, мы немножко пообщаемся. Нет, я имею в виду младших чуть-чуть, даже что-то далековато. Ну хорошо, что вы на собрании ведете себя очень хорошо, это очень радует. У меня вот такой вопрос, вот кто знает, можно будет ответить. Сколько апостолов вы знаете? Сколько вот апостолов? Ну на детских же собраниях, наверное, проходили дома, мама с папой, кто-то уже и Библию читает. Сколько апостолов? Мальчики постарше. А Венир, сколько апостолов? А? Двенадцать, да? Ну вот есть один апостол, это которые ходили с Иисусом Христом. А есть еще один апостол, который с Иисусом Христом не ходил. Но он является тоже апостолом, Бог его избрал апостолом. Это апостол Павел. И вообще жизнь его, она очень интересная. Он назван, ну как бы нашим апостолом, апостолов-язычником. Вот сейчас Енадий Иванович проповедовал о том, что Авраам был героем веры, да? Это израильский, вы избранный Богом человек, который стал родоначальником израильского народа. А мы с вами язычники, мы с вами не являемся, ну принадлежность к еврейскому народу. Ну может быть кто-то является, но по крайней мере большинство, наверное, здесь присутствующих не является. И вот апостол Павел был избран Богом для того, чтобы проповедовать язычникам. Нам с вами, людям русским, немцам и так далее, которые не принадлежат к еврейскому народу. И вот этот апостол, братья и сестры, я обратил внимание, что он очень сильно заботился о единстве церкви. И вот он для того, чтобы созидать церкви, чтобы его последовали, созидали церкви, пишет три пастырских послания. Ну это конкретно адресованы трем людям. Вообще апостол Павел написал 14 посланий. И вот три таких пастырских послания. Это Титу, Филимону и Тимофею. Это были все его сотрудники. Но вот в частности я бы хотел сегодня порассуждать об одном месте, которое написано в послании к Титу. Тит это был тоже пресвитер, старший пресвитер, которому было дано право рукополагать пресвитеров. И были даже такие моменты, когда в некоторых случаях Тит замещал апостола Павла. Он ему очень сильно доверял, молился о нем, переживал. И вот он пишет такие слова. Вообще в Библии, братья и сестры, есть такие места, которые очень емко и так ярко подчеркивают жизнь церкви. Есть такие пространные места, а есть такие очень четкие, которые говорят, чем должна заниматься церковь. И вот я прочитаю два места. Первое из послания Титу, а второе – послание Фессалоникийцам. Вторая глава, в начале послания Титу, вторая глава с 11 стиха и до конца главы. Вернее, до 14 стиха. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и ощутить в себе народ особенный, ревностный к добрым делам. И второе место, братья и сестры, это первое послание Фессалоникийцам, первая глава, 9-10 стих. Даже начну со второго полустища. «Как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, который Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющий нас от грядущего гнева?» Братья и сестры, вообще это слова, которые заключают в себе всю жизнь христианина или любого человека. Первое – обратиться от идолов, то есть покаяться, служить Богу и ожидать с небес Иисуса Христа. Братья и сестры, вот задача церкви. Ну вообще образование церкви на земле – это такой великий дар каждому человеку от Бога. Вот представьте, да, мы с вами все, вот все без исключения, пришли в этот мир, да и все люди приходят грешниками. Ну в результате того, что первые люди Адам с Евой согрешили, сами избрали для себя такую участь. В результате все потомство людей, ихнее потомство, то есть все мы с вами люди, стали далеки от Бога. Ум у нас оскверненный был, разум тоже это у каждого человека. И такой человек приходит в мир грешником. Да, он еще маленький мальчик или девочка не делает грехов, но у него же греховная натура. То есть в нем уже присутствует первородный грех. И как соединить святое с нечестивым? И Слово Божие говорит о том, что мы все рождаемся в этот мир мертвыми, хотя мы вроде как живые, но мы мертвы по отношению к Богу. И сам себя человек спасти не может, вообще не может, нет никаких шансов, потому что он удален от Бога. Сам себя человек спасти не может, вот чтобы он не предпринимал. Просто будет пустая трата времени. Ему нужно спасение извне. И вот мы с вами прочитали, что Бог решил эту проблему тем, что явилась благодать Божия. Братья и сестры, это такое счастье, явилась благодать Божия, да? Спасительна для всех людей. Вот апостол Павел в послании титул подчеркивает, для всех людей. Нету ни одного человека, который бы сказал, для меня эта благодать не спасительная. Такого человека нету. Не было, нет и не будет. Любой человек имеет право на спасение. Ну так в современном языке мы говорим, да? Шанс на спасение. То есть каждому Бог дает шанс спастись. И как мы спасаемся, братья и сестры? Поверив в Иисуса Христа. Вера потом, Слово Божие так, что говорит, благодатью вы спасены через веру. То есть благодать спасительная пришла, человек верит, просит прощения, кается при доме, возрождается и становится другим человеком. Братья и сестры, вот возникает церковь, да? Почему возникает церковь? Потому что у нас есть стремление к духовному родству, духовному общению. Мы же с вами родные по духу. И у нас есть такое свойство, да? Или потребность такая, чтобы теперь нам общаться. И вот таким образом, братья и сестры, образуется церковь. И вот назначение церкви, назначение церкви, братья и сестры, тоже конкретно, вот в этих местах, которые прочитал, тоже выражено. Ну если так сильно сжать, сильно сжать, что должна делать церковь? Или, ну первое, братья и сестры, я вот так для себя отметил, что должно первое делать нам, ну как, людям уже возрожденным, верующим, назначение церкви. Братья и сестры, первое назначение церкви, рассказывать другим людям о спасительной благодати. Вот первое. Ну мы это называем благовестие. Мы сейчас с вами живем в такой стране, Бог нас поместил в России, где в нашей стране практически гонений нет. Если мы сейчас начнем сравнивать с другими странами, как, например, в Северной Корее, где лютые гонения, ну в чем они заключаются? Заключаются в том, что людям вообще нельзя иметь Библию. Информация, которая просачивается с этой страны, говорит о том, что там очень тяжело жить. Ну вот представьте, да, один из фактов. Значит, весь народ, весь народ вообще поделен на десятки, по 10 человек. В каждой десятке есть старший, который имеет право войти из этой десятки в любую квартиру, в любой дом. Шторы, жалюзи на окнах запрещаются. Если ты сменил замок и не сказал об этом тому человеку, который ответственный, значит тебе тюремный срок. Если тебя заметили читающим Библию, тебе смертная казнь. Братья и сестры, серьезно, да? По сравнению с нашим, мы вообще живем с вами очень хорошо. Очень хорошо. Братья и сестры, а вот пользуемся мы ли это свободой? Вот просто каждый задайте себе вопрос, когда я вообще последний раз благовествовал? Кому благовествовал? Вот весь мир, весь мир, он гибнет. Страшно гибнет. Ну вот такая статистика. Вот я вчера еду на выезд из шахт, в рекламный щит, он давно уже стоит, но я обратил внимание. Наркоман в среднем живет 21 год. Братья и сестры, 21 год человека нет. В мире, в мире каждый день совершается почти 2000 самоубийств. Каждый день люди уходят в мир иной. Братья и сестры, это же должно нас как-то тревожить. Вот в нашем городе шахты проживает 222 тысячи на 23 год. Ну отнимем из них 41 тысячу, это подростки, дети до 14 лет. Остается огромное количество людей, которые нуждаются в спасении. Ну себя откинем, пусть там 500 человек, да? Я уже так грубо говорю. Братья и сестры, а вот остальные люди. Вот вчера я наблюдаю такую картину. Центральная улица города. Брат идет многодетный, с пачкой газет и раздает в каждый дом, в почтовый ящик. Я думаю, он правильно делает. Все, те люди, которые возьмут эту газетку, они не скажут уже перед Богом, что мы не слышали о спасительной благодати. Братья и сестры, сколько людей, которые не слышат. И слышат, или слышат, может быть, уже когда поздно. Вот такой пример расскажу. Благовестникам к одним подошел юноша с таким вопросом серьезным. Скажите, пожалуйста, где мой папа? А что случилось? Он умер. И я хочу знать, он в аду или в раю? Ну, он говорит, ну, расскажи чуть-чуть о своем папе. Ну, папа вел мирской образ жизни, выпивал, курил, разгульно так себя вел. Вот я хочу искренне знать, где мой папа? В аду или в раю? Ну, братья как-то попытались так ситуацию крутить, сгладить как-то. Он говорит, нет, вы конкретно скажите, где мой папа? Ну, один брат набрался смелости. Знаешь, дорогой, твой папа в аду. Он так опустил голову, грусть такая в глазах появилась. Говорит, а где вы были год назад? Братья и сестры, что сказать благовестникам? Все, человек ушел. Вот сколько людей вокруг нас, которые не знают о Боге. Вот у нас следующее воскресенье намечается анализационное собрание. Братья и сестры, кого мы пригласили? 26-го. А, 26-го, да? Прошу прощения, 26-го. Братья и сестры, кого мы пригласили? С жителей города, с наших знакомых. О ком мы позаботились? Ну, будет же как это время, когда мы встретимся с Богом. Бог нас о чем-то спросит. Я вот приводил уже пример о том, что сейчас, ну, книгу такую читал, «Отмы к свету». Очень интересная такая книга. Это автор с румынского народа, Теодор Папеску. И у него такое искание было Бога. Ну, смысл этой книги в том, что он был очень рожденным в православной семье, отучился на священника. И он возродился свыше. А возродился почему? Потому что сам себе задал вопрос такой, что вот ты придешь в вечность, и у него спросит Господь, вот я тебя поставил священником, а что ты делал? Братья и сестры, вот Господь же тоже каждому из нас задаст вопрос, а как ты подвязался в деле благовестия? Вот как ты выполнял те функции, те задачи, которые возложил на церковь? А церковь состоит же из нас. Братья и сестры, вот первое назначение церкви, это благовествовать людям. Это вот первое назначение, задачу, которую Господь сказал, чтобы мы выполняли. Второе, братья и сестры, для себя так отметил, мы с вами прочитали. Благодать Божия учит нас отвергать нечестие и похоти. И проводить жизнь, ну и апостол Павел говорит, что целомудренно, праведно, благочестиво. Братья и сестры, вот у нас, знаете, у нас очень хороший учитель. Вообще взаимодействие ученика и учителя, знаете, они иногда очень интересны. Ну, можно иногда человек, когда учит учитель, да, можно сказать что-то, если ученик не понимает, можно свалить что-то на учителя. Ну, или, по крайней мере, сказать, меня учитель не доучил. Да, такое может быть. Учитель не в совершенстве знает свой предмет, да, и как бы он ученику не может передать. Братья и сестры, у нас совершенный учитель. Вот мы не сможем сказать, Господи, что-то Ты мне не передал. Вот благодать Божия, она учит нас. Она учит нас, чтобы мы, отвергая мирские похоти, помыслы, да, жили праведно, целомудренно, благочестиво в этом мире. То есть, Бог со своей стороны, Бог со своей стороны, братья и сестры, разговаривает с нами. А каким образом он разговаривает? Ну, первым, он разговаривает через Слово Божие. Вот я хочу узнать волю Божию по отношению ко мне, да? Что Господь хочет от меня? Вот первое, я должен читать Слово Божие. Братья и сестры, если я его не читаю, ну, вот не читаю Слово Божие, значит, я не смогу учиться. Бог хочет меня научить, а я не читаю. Значит, что-то не так Затем Бог учит нас через проповедников Мы же каждое собрание с вами приходим Ну как бы тоже в школу В такую школу, что мы слышим что-то с кафедры Какие-то принимаем для себя решения И делаем какие-то выводы Братья и сестры, вот если не делаю никаких выводов Вот кто виноват? Тот, который учит, или я? Ну я думаю, тот, который, ну, наверное, щадит, слушает Как вот Слово Божие не читает Так, может быть, и не принимает для себя каких-то решений Вот как сейчас Сергей Васильевич сказал Бывает такое, что мы здесь в церкви принимаем какое-то решение Вот, например, слышали проповедь? Все, хочу так делать А потом просто как бы это, ну, потухает все Братья и сестры, это очень важно Вот подумать, как я учусь Вот Бог со своей стороны же все делает А вот я прилежный ученик или нет? Отвергаю ли я постоянно вот эти вот все, ну, помыслы мирские? Или делаю так, чтобы у меня, ну, как бы замедлялся духовный рост? Братья и сестры, кстати, если мой духовный рост замедлился Значит, это какой-то сигнал Вот, значит, что-то не то Вот Бог учит Бог учит Бог говорит Может быть, знаете, кому-то уже и надоедает Вот одно и то же говорят нам, братья, вот так, вот так поступать А это Бог учит Бог говорит, что мы так должны поступать Братья и сестры, пока церковь находится на земле, так надо поступать А вот если у меня наметился регресс Это вообще очень плохо Да, регресс, то есть это какой-то такой вот кат назад в духовном состоянии Все, мне уже не хочется Библию читать Один брат молодой говорит Вот такое переживание у меня Вообще нету стремления к Богу Вот не вижу разницы Между людьми, которые верующие И людьми, которые, ну, не верующие, но живут хорошо Не ругаются Плохих дел не делают Стараются жить как бы хорошо Братья и сестры, не видят разницы, да? А почему? Я думаю, слабое еще богопознание Примерно такие же переживания были у Асафа Который говорил, в принципе, а какая разница? Вот какая разница между верующими и неверующими? Те живут, благоденствуют Здесь приходится какие-то скорби терпеть Какая разница? И вот у Асафа такие переживания были до того момента Пока он не вошел во святилище Братья и сестры, вот когда мы Бога познаем Понимаем, Господи, как Ты благ к нам Ты обещал нам жизнь вечную Вот сейчас мы слышали уже, и молодежь пела, да, о том, что Нам приготовлен город Братья и сестры, вот когда мы увидим эту разницу То и наша жизнь, она будет преображаться Не будет вот этого духовного, знаете, такого какого-то застоя Хочется, чтобы жизнь наша, ну она с каждым днем Лучше и лучше становилась Вообще же наше назначение, наше назначение Чтобы мы преображались в образ Иисуса Христа То есть каждый день я должен становиться лучше Ну вот мы прямое повеление, это церкви Апостол Павел говорит о том, что мы должны с вами, но лучше становиться Братья и сестры, вот требования к церкви С течением времени не меняются Вот как апостол Павел писал Те требования, которые предъявляет Бог к церкви в первом веке Так они и в 21 веке, вот Бог не меняет требования Да, времена вокруг нас меняются Что-то кажется нам устаревает Что-то нужно быть новое Ну вот такой пример, да Это про Геннадия Константиновича Крючкова рассказывает Это первый председатель Совета церквей Труженик Бога, несгибаемый такой Ну, первый участник пробуждения И вот он находился очень долго в таких конспиративных условиях Трудился для Бога И когда во времена свободы уже началась перестройка Его пригласили в Америку Ну, может быть, многие слышали этот пример, да? Пригласили в Америку Ну, и пасторы американские задают ему вопрос Геннадий Константинович, ну, расскажите о принципах вашего братства Ну, Геннадий Константинович рассказал о том, что Выпущен материал об освящении, другие какие-то принципы Они так снисходительно слушали Кивали головой, говорят Да, Геннадий Константинович Вы лет на 200 отстали А он говорит, нет, мы не отстали Мы вернулись на 2000 лет назад Первоапостольской церкви А вы на 1800 лет уклонились Братья и сестры, принципы Бога, они не меняются Вот как Бог предъявлял тогда требование о том, что нам нужно так же жить в мире Так, братья и сестры, мы сейчас должны жить Мы же не скажем Богу, да, Господи, но вот вокруг все поменялось и мы как-то себе рамки расширили Нам уже как бы узкий путь не сильно устраивает Братья и сестры, Господь так не говорит Господь говорит, что нам нужно, нам нужно учиться в этой благодати И последнее, что я для себя отметил, братья и сестры Что Господь повелевает церкви ожидать его с небес Вот у нас даже первая пятница, да, тема такая, поста и молитвы о том, что готов ли я к встрече с Господом Братья и сестры, она же обязательно произойдет Для нас это вообще должно быть такой, знаете, радостной новостью Что будет второе пришествие Иисуса Христа Первое уже было Все, оно уже, мы скоро будем отмечать Рождество Это первое пришествие Иисуса Христа Это явилась спасительная благодать А будет же и второе пришествие Иисуса Христа Братья и сестры, обязательно будет Вот мы живем с вами, ну я бы сказал, в преддверии, наверное, этого второго пришествия Все время мы слышим, ну, события у нас очень сильно меняются Вот даже, знаете, такой пример, да Что кто-то думает, что вот я начну жить Начну жить по тем западам, которые говорит Господь Но чуть-чуть попозже Братья и сестры, наше, ну, время, оно не в нашей власти Или не завтрашний день, не в нашей власти, да Ну, череда последних таких событий, да Вот шестеро молодых братьев Господь принял к себе Потом вот вчера два брата тоже разбились Уже больше семейные Братья и сестры, это нам говорит о том, что завтрашний день не в нашей власти То есть мы не можем гарантировать, что будет завтра Но вот события вокруг нас очень быстро меняются Это говорит о том, что, ну, пришествие Господне очень сильно приближается Братья и сестры, как хотелось бы, чтобы вот мы в эти дни Нашего странствования по земле, да, вот как мы сегодня уже слышали Есть те, которые впереди нас прошли, такие, как Авраам Который считал, что он странник и пришелец на этой земле Братья и сестры, вот я думаю, нету смысла жить на земле, не служа Богу Зачем вкладывать в то, что сгорит, в этот пепел? Рано или поздно же это все сгорит Я не говорю, не призываю сейчас, давайте так вести какой-то такой аскетический образ жизни От все откажемся, станем какой-то такой тоталитарной сектой Братья и сестры, не об этом речь Но если мы приоритеты влаживаем в большее то, что человеческое Зная, что все равно все это сгорит, превратится в пепел И подменяем где-то то, что можно было бы потрудиться для Господа Братья и сестры, я думаю, что это будет урон для нас Вот пусть нас Господь благословит, чтобы вот в эти такие дни ожидания пришествия Иисуса Христа Мы могли научаться от благодати Божьей, трудиться для Него И ожидать с небес явления Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа Аминь